Подтопление грядок на дачных участках вследствие не только воздействия талой воды, но и осадков, грунтовых вод, а иногда банально влияет и высота грунта. Почва, признается в ботаническом саду, это живая составляющая из трех частей – водный, минеральный и газообразный. Благодаря трехкомпонентному составу в ней обитают самые разнообразные формы жизни. Когда воды в земле становится много, кислород вытесняется, и корневая система растения погибает. Обезопасить себя за счет создания обволовочного канала, который будет стягивать в себя именно вот эту избыточную влагу и отводить эту влагу с участка. Необходимо очень достаточно глубокое рыхление для того, чтобы вызывать именно поступление кислорода в почву, поступление кислорода корням растений. Рыхлить землю в таком случае лучше вилами, они создадут глубокие ходы, воды станет меньше. Степень обводнения зависит также от состава почвы. Если на вашем участке песчаная, вода будет уходить быстрее, глинистая – медленнее. Вдоль грядок мы можем дополнительное милиарирование проводить, касается прокладки дрен. То есть на глубине до 40 сантиметров закапывается милиаративная труба с перфорацией, и она как раз тоже будет собирать эту воду и, соответственно, эту воду отводить в том направлении, которое будет безопасно для самих растений. Главное – выстроить систему таким образом, чтобы трубы уходили в сторону понижения дачного участка. Туда же и будет сливаться лишняя вода. Вот как раз-таки та самая правильная планировка грядок, когда, во-первых, она выровнена, а во-вторых, мы видим вот этот уступ, то есть ступеньку, за счет которой влага не задерживается на самом месте посева, а стекает в междуряде. Прямые края у грядки играют важную роль. Они создают условные каналы. Посев всегда будет оставаться умеренно увлажненным. Таким же принципом повышения грядки можно пользоваться в том случае, если ваш участок находится в низине, или если на нем много перепадов высот, где собирается влага. Делать высокую грядку, то есть 30-40 сантиметров плодородного слоя насыпать. Корневая система растений уже до уровня тех грунтовых вод, которые находятся на поверхности почвы, они просто-напросто уже будут как бы обезопасены. Этот вариант, признаются в лаборатории, самый трудоемкий и дорогой, но эффективный.